Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Дом. Захватив землю, раса пришельцев Буф тут же начинает заниматься ее благоустройством и реорганизацией. Не стоит благодарности, заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающего и оптимистичного Буфа по имени О, отвергнута своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль. Транформеры. Эпоха истребления. Автоботы и десептиконы покинули планету, оставив человечество собирать ее по кусочкам. Между тем, группа могущественных бизнесменов и гениальных ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти за пределы контролируемого ранее. Люди в черном 3 Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника. Пол. Секретный материальчик. 2011 года. Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики Конвент Комик Кон в Америке. По пути, неподалеку от известной зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой. Пытаясь спастись от правительственных агентов, герои случайно похищают женщину и натыкаются на обкуренную свидетельницу аварийной посадки Пола на Землю. Трансформеры 3. Темная сторона Луны. 2011 года. Американское правительство долго скрывало тайну первой высадки человека на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года, совершив посадку на Луне, американские астронавты обнаружили разбившийся корабль автоботов и останки роботов. Программу засекретили, но спустя 40 лет она вновь всплыла, как камень преткновения в отношениях людей и автоботов. Сэм Уитвики и его новая подружка Карли оказываются в самом эпицентре новой глобальной заварушки с участием десептиконов и автоботов, в основу которого положена тайна, которую хранит темная сторона Луны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аватар 2009 года Джейк Салли, бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Знакомьтесь, Дэйв. В поисках способа спасения своего мира, находящегося на грани катастрофы, команда миниатюрных человекоподобных пришельцев прибывает на Землю, на корабле, замаскированном под тело обычного человека. В нашем мире им приходится приспосабливаться, чтобы не быть схваченными людьми. Транформеры В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян, автоботы и десептиконы вели войну, ставкой в которой была судьба Вселенной. И вот война докатилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут ключ к верховной власти, наш последний шанс на спасение находится в руках юного землянина. Единственное, что стоит между несущими зло десептиконами и высшей властью, это ключ, находящийся в руках простого парнишки. Обычный подросток, Сэм Уитвики, озабочен повседневными хлопотами. Школа, друзья, машины, девочки. Не ведая о том, что он является последним шансом человечества на спасение, Сэм вместе со своей подругой Микаэлой оказывается вовлеченным в противостояние автоботов и десептиконов. Только тогда Сэм понимает истинное значение семейного девиза Уитвики. Без жертв нет победы. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok